итак добрый вечер дорогие друзья дайте знать пожалуйста как меня слышно спасибо 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 обратная связь получено благодарю вас я приветствую вас из знойной флориды из соединенных штатов америки где я сейчас нахожусь у меня сейчас только скажем так 12 часов дня исполнилось поэтому у нас есть небольшая разница с вами мне еще здесь есть чем позаниматься кроме того что как бы мы были вынуждены как бы события в семье такой очень мощная дочь закончила университетские докторские докторские ну как бы докторскую защиту прошла и стала доктором медицины по фармакологии вот и мы как раз понедельник присутствовали на мощном мероприятии но меня как я уже говорил прошлый раз очень радует то что в данной ситуации здесь очень много есть что для скайвей буквально вчера мы пробирались по 4 трассе американской длинные такие дороги у них здесь вдоль флориды четвертая трасса и целый ряд участков были абсолютно 33 направление в одну сторону три направления другую сторону были забиты то есть мы даже немножко припозднились к одному мероприятию в диснейленде и очень интересно то что здесь люди проявляют очень такой живой интерес у нас уже есть инвесторы к вашим к информации могу сказать следующее что как вот фильм который вы или вернее запись которую сейчас смотрели с акафеста там говорилось что в 56 странах уже в 64 странах инвесторы поддерживают проект на экофесте участвовал почти тысячи человек было там на этой площадке экофеста мариной горке и 600 более 600 человек присутствовала на следующий день на конференции в гостинице пекин в минске капитал который проводил то есть друзья интерес абсолютно растет это и понятно потому что есть достижение есть продвижение но наша задача работать в режиме как бы продвижение вперед у нас у каждого есть свои цели несмотря на то что у нас общая есть цель и поэтому давайте продолжим сейчас наш тогда как бы вебинар сегодня я к сожалению виду один весь этот вебинар все помощники занимаются своими делами владислав который к нам подключился прошлый раз по техническим вопросам или по технико-технологическим вопросам skyway он сегодня проводит в санкт-петербурге одно мероприятие для инвесторов вот и это время совпало значит ну все считается важным и поэтому мы сегодня как бы вынуждены будем без его комментариев постараюсь я акцептировать основные моменты как о которых надо говорить когда мы или желательно говорить когда мы не знакомим наших партнеров наших собеседников не важно кто это такие знаком хотя есть некоторые нюансы в зависимости от того говорим ли мы это просто потенциальным инвесторам или говорим это чиновникам каким-то или каким-то представителям компании которые могут быть потенциальными заказчиками какой-то какого-то варианта skyway поэтому сегодня я остановлюсь на таких вещах как как риски еще раз поговорим о рисках затем остановимся на том по каким этапам и где мы сейчас находимся немножко внесем здесь ясность потому что скажем так все течет все меняется и нам важно ориентироваться где мы находимся что такое этап насколько мы продвинулись где начало где конец мы более-менее знаем что начало в 2014 году а заканчивается 15 этапом проект эко технопарка будем говорить так точно да то есть сертификации заканчивается 2017 году ориентировочно это лето июнь июль вот которое сопряжено с выходом на ipo то есть на международную фондовую или скажем вернее правильно сказать так акт в биржу акций открытую биржу акций я прошлый раз объяснял что это такое или позапрошлый раз таким образом значит о рисках еще могу сказать следующее что не вы знаете первую очередь когда мы знакомим вот например мы знакомим наших потенциальных слушателей или кого с кем мы беседуем да мы говорим о рисках и естественно скажем так мы говорим сначала о справке вели не о справке о том что надо им рассказать и после этого когда возникает вопрос значит в конце можно подвести черту и сказать что вот смотрите дело в том что когда мы начинали фактически не было не было ничего кроме как независимой первичной первой независимой экспертизы которая была проведена английским судом или экспертами скрытыми экспертами назначены английским лондонским судом вот и это было практически все были различные отзывы были мнения были положительны были отрицательны так далее пошел процесс 2014 году что мы имеем сегодня сегодня значит о том что риски минимизируются с каждым шагом говорит первую очередь то что проведена первое или скажем три независимых можно даже обозначить три независимых экспертизы самой технологии первое которое уже сказал вторая это была экспертиза которую провела австрийская компания акцептирована по всем параметрам международная компания которая сделала заключение что это технология инновационно и ну как бы она имеет право быть подготовлены к использованию к сертификации то есть в нее в ней есть все основные элементы которые характеризуют что это жизнеспособная технология потому что не было никаких противоречий и третье что самое сильно подтвердил это было естественно скажем экспертный совет минтранса россии который я уже не устаю повторять что в течение семи почти часов заслушивал аргументацию различные подтверждения различные обоснования различные расчеты пока показываемые анатолий эдуардов чем яницким и решение было такое какое мы знаем первое инновационной технологии признать ее таковой и второе применить начинать ее применение конкретных проектах что сейчас и происходит принципе не будем вдаваться сейчас подробности эти три основные скажем элемента есть первое первое признание второе и третье то есть независимые экспертизы этого подтвердили второе начато строительство 2015 году и она идет практически почти почти но идет в графике вот конечно эти этапы или скажем график работ он сильно зависит от инвестиционного графика или вернее объемов инвестиций и с каждым месяцем мы становимся все более инвестоспособными объемы инвестиций растут и это тоже радует это говорит о том что это тоже как бы один из элементов показывающий что риски начинает риск все время минимизируется то есть стабильный процесс минимизации рисков значит что еще очень важно если вы кто-то знакомился кто нет на сайте rsv systems и анатолий эдуардович юницкого очень хорошо показано что третьим как бы основным элементом является там это тоже сказано в определенном объеме является то что действует сертифицированное конструкторское бюро минске которая имеет все основные сертификаты необходимые для подтверждения как бы состоятельности их работ конструкторских разработок они имеют сертификат на конструкторскую проектную документацию на изготовление проект на конструкторской документации соответствующего уровня там есть основные 3-4 класса основные да они имеют право на организацию подрядных работ и в мире подрядных до работ и плюс они имеют право управлять проектами строительными проектами то есть это очень мощно по всей вероятности я не сейчас точно не могу сказать уже имеется ли или нет но пропланируется что это организация будет вообще выделена в отдельную компанию которая будет заниматься только проектными работами и и подготовкой подрядных ген подрядных подрядных работ проведением различных работ и осуществлением управления про строительными проектами в том объеме которым это необходимо но если это будет еще вообще отдельно в группе компании отдельно компании вот таким таким образом и эти эти все вещи говорят или все вот эти элементы которые назвал говорят о том что существует минимизация то есть риски минимизируются и я еще раз повторю и рекомендую этим пользоваться что скажем так финансовые риски они минимизируются возникают и скажем менее как бы или более стабильные так называемые временные риски то есть это что такое это значит состоится что-то в июне или состоится в июле состоится что-то скажем месяцем раньше или месяцом позже какой-то этап будет продлиться на месяц больше или он будет на месяц короче поэтому это очень все важно теперь смотрите я сейчас значит владимир чуть-чуть микрофон меньше а извините этот раз говорился сейчас на минуточку сейчас убежу громко слишком наверно говорю так как сейчас слышно треск идет еще или не идет есть нормально да так что тихо что-то сказал это тихо я сейчас буду громче говорить рафаэль рафаэль хорошо и когда сейчас делаем громче как сейчас сейчас нормально вот все хорошо спасибо спасибо за обратную связь спасибо и так идем дальше значит смотрите таким образом пройдясь по основным вопросам которые и вопросу именно рисков мы можем идти дальше или скажем использовать это нужно в справке когда мы говорим о самой технологии и вот смотрите здесь существующая существенная особенность уникальности признать признаки транспорта skyway системы skyway св что очень важно вот я рекомендую всегда значит начинать с того я вот и штатах сейчас знакомил нескольким ну как бы группам людей вот и очень хорошо срабатывает когда начинаешь с того что но skyway skyway что это такое что самое существенное или чем это отличается и у людей сразу начинается вырисовываться правильно картина это то что основной технологией skyway является струнно струнная рельсовая структура основана на вантовом принципе которая раз два три 4 5 можете увеличить этот перечень до можете уменьшить сколько считаете необходимо но не заговаривайте своих как бы людей которым говорите вот показываете желательно показать сразу что это такое вот она струнные что это это струны натянутые которые натягиваются между анкерными опорами они являются всегда говорится если мы мало-мальски есть специалиста которые разбираются в строительстве знают сопромат то говорится то что эти струны закрепляются и они непрерываемые то есть она прикрепляется к одной анкерной опоре видите к одной анкерной опоре здесь сейчас не видно вот видно значит одна анкерная опора и друга вернее пардон здесь не видно сейчас одним словом есть одна анкерная опора другая есть промежуточные опоры которые в принципе поддерживают только структуру далее есть основной так называемые элементы есть элементы крепления есть корпус корпус так называемого рельса корпус рельса который наполняется наполнителем бетонным, специальный структурированный бетон, он облегченный, вот, уплотненный и, скажем, он соответствует всем требованиям, которые необходимы, это тоже специальный ноу-хау, сейчас идут его испытания, и возглавляет весь, всю эту структуру, стальная головка рельса, или коронка, так называемая, которая имеет, значит, может иметь различные формы, в зависимости от того, какую структуру мы имеем, навесную или подвесную, навесная, это которая поверху бегает, транспортное средство навесная, которая, она как бы подвешена и висит и двигается здесь внизу, скажем так, вот основное, о чем надо говорить по самой рельсовой структуре, и дальше уже проходите по тому, что там надо будет, как бы, пояснять, вот, таким образом, вернемся обратно, главное то, что желательно показать, желательно показать, что городской транспорт есть такой-то, он состоит из различных элементов, юнибус, его основные параметры и так далее, стоимость проезда ниже, там, какие параметры нужно, берете, в зависимости от того, что вам больше нравится, и что вы готовы комментировать, высокоскоростной, комфортабельные, междугородние перевозки пассажиров, далее, показываете какие-то там, здесь не совсем удачные, у нас картинки получились, Владислав сейчас переструктурирует, мы вам подготовим хороший, хороший такой набор, которым можно будет пользоваться, здесь просто так сейчас немножко выхвачено, и я не рекомендую сильно этим пользоваться, мы сделаем вам хороший набор, так называемых, ну, называемого сопровождающего видеоряда, которым можно подтверждать. Естественно, одной из изюминок является мотор-колесо, которое вот абсолютно переработано, раньше вот здесь как бы размер, или скажем, вот толщина этого мотора-колеса всего 7-8 сантиметров, когда раньше это было 56 сантиметров, 58-56 сантиметров, чтобы обеспечить мотором ту же самую мощность на оси вала. здесь 4 в 1, 3 в 1, 4 в 1, по-разному говорят, но я считаю, что это 4 в 1, потому что это одновременно является и двигателем за счет взаимоотношений ротор-статор, причем здесь своеобразная система ротор-статора, это одновременно за счет электромагнитных потоков и ускоритель и тормоз, является и тормозной системой, вот, кроме того, это управляющая система, то есть она может управляться и зарядкой, и подзарядкой, и аккумуляцией, рекуперацией энергии, движений и так далее, то есть различные возможности существуют, вот, и кроме того, 4, можно его считать, 4, можно считать это, она является и электропроводящей системой, сам мотор-колесо через рельсовую систему, струнных рельс, он является и электропроводящей системой. Мы еще коротко, может быть, об этом сегодня остановимся. Таким образом, далее идете, значит, смотрите, говорите, что существует вот Экотехнопарк, это является очень существенным аргументом, идет строительство, сейчас идет строительство вот этой основной сертификационной трассы городского и высокоскоростного транспорта. Вот, все этапы также зависят от того, на какой стадии находится строительство вот этого Экотехнопарка и где сейчас что происходит. Все сейчас идет вот в основном на этой трассе, на этой трассе. И далее можно показать еще, это ЮНИТ БАЙК, грузовой транспорт и поблагодарить за внимание, как минимум. Таким образом, мы к этому вопросу еще, друзья, с вами вернемся, боже, и вы получите достаточно хороший такой видеоряд с нашей стороны. Не видео, скажи, а вернее слайды, слайды ряд. Теперь смотрим дальше по стратегии, пардон, не стратегия, а справка. Значит, если мы посмотрим, вот здесь идут характеристики и можно показывать параллельно, можно просто рассказать сначала коротко дать прочитать, рассказать коротко по всем этим вещам. Я рекомендую использовать на вот такой справочный ознакомление не более 5-7 минут, не более. Но запомните, что до этого дайте человеку или людям прочитать этот материал, если это возможно, если формат встречи это позволяет делать. Это очень полезно это сделать. Таким образом, что ж такое. Дальше. Четвертый вид, это туристические развлекательные средства передвижения. Оно средство передвижения, не транспорт. Рекомендую это использовать, что это средство передвижения, а не транспорт. Вот. Могу вам сказать, что очень интересную такую новость, что, значит, это пока не администрация, а инженеры, которые, с которыми я беседовал здесь во Флориде, в Орландо, город, столица Флориды, штата Флорида, являются, они говорят, Флорида. Вот. Они заинтересовались и увидели, что точкой входа могло бы быть Диснейленд, где сейчас уже устаревшая система монорельса используется, передвижение между городками Диснейленда. Это очень большая территория около города, или пригороде Орландо. Вот. И там необходимо делать реконструкцию. И это может стать точкой входа. Причем, они, кстати, сами сказали, а почему вообще не начать с туристического развлекательного средства передвижения сначала. То есть, с облегченного варианта, который не требует мощных сертификаций, и, то есть, скажем, не требует такой длительной основательной сертификации, ее здесь и начать делать. Поэтому поездки никогда нет. Если использовать все возможности, то можно найти интересные варианты сотрудничества. Процесс идет, время покажет, как он будет развиваться дальше. Я надеюсь уехать отсюда с определенными, как уже планами, обсудив их с людьми, с которыми я здесь встречался. Поэтому вот этот вид транспорта, он может быть достаточно интересным. И определенное время считалось и считается сейчас, что его можно применять как точку входа в любой проект. Или, скажем так, в серию проектов в каком-то месте. Значит, дальше идет краткий перечень решаемых проблем, рекомендую этим. И заканчивается, значит, вся эта презентация, естественно, тем, что надо показать, а что же мы будем делать. Первый шаг и второй шаг. Или первый этап и второй этап. Все равно как. Здесь предложены шаги. Какое-то соглашение о сотрудничестве. Если это организация или какой-то, скажем, или какой-то чиновник или какая-то компания, которая заинтересована в этом деле. Если это частный, возможный потенциальный инвестор, то тогда просто дается, еще мне вас учить, вы сами знаете, что надо делать. Дать определенные координаты, реферальные ссылки, возможность ознакомиться там на сайте и так далее. И дальше сдается, если это серьезный шаг и подготавливаем адресные проекты или возможность адресного проекта развития его, то создается рабочая группа как вариант. Или же создается какая-то, я не знаю, там назначаются люди, которые начинают контактироваться. Но у нас, например, в Министерстве транспорта, в Министерстве экономики и коммуникации Эстонии мы создали так называемую рабочую группу из трех человек. Громко называю ее рабочей группой. И работа сейчас предварительно идет, они уже столько накопали материалов, что вот я вернусь обратно, там нам надо будет целую неделю их анализировать, прорабатывать. Я здесь тоже этими вопросами занимаюсь. То есть процесс, друзья, идет. Есть очень интересные заявки из Латвии, есть из Литвы. То есть потихонечку, если у вас появляются идеи, я еще раз предупреждаю, не стесняйтесь, задавайте вопрос. Здесь я выставил, меня попросили, я выставил свой скайп, еще раз здесь покажу, где-то здесь он есть, да, посмотрите. Вот, видите, здесь Вальдемар 13. В конце тут будет тоже мои координаты, кто их еще не знает, можете туда постучаться или написать. И информацию всегда получите, получите рекомендации. Настолько, насколько это вам необходимо. Столько может быть о справке и о так называемом техническом или визио сопровождении этой справки. Повторяю, мы с Владиславом вам подготовим достаточно неплохой материал, чтобы не копаться, а им воспользоваться. А дальше это уже ваше собственное, как бы, творчество, если кто-то хочет его применять, пожалуйста. Теперь, значит, что бы я еще хотел вам сегодня очень важно сказать, это то, что давайте посмотрим следующие вещи. Как у нас, где мы находимся и какие этапы нас ждут. И вообще, можно иногда задать вопросы, а что это за этапы, а когда они начались и куда они пошли, люди начинают плавать. Поэтому я сегодня хотел вас ознакомить основными характеристиками, которые нам важно знать, но это не значит, что должны знать инвесторы, которых мы привлекаем, или те люди, которым мы презентуем эту систему из чиновников. Это просто для нас подтверждение того, видите, первый этап январь-апрель 2014 года. Трансфер, то есть было выпущено или, скажем так, предложено для инвестиций взамен предложенной акции на 1,5 млрд акций. То есть эта акция номинальной стоимостью в 1 доллар, условно говоря. Тогда еще были не доллары, были фунта стерлингов. Вот это для первого, четвертого этапа. Если кто не знает, повторю, почему это было в фунта стерлингах. Потому что компания была зарегистрирована в Лондоне, все группы компаний были зарегистрированы, шел процесс оценки технологии в суде и, естественно, все должно было быть по законам Великобритании. Но, как только была признана технология, произошел такой момент, что посчитали, что акционерный капитал и акционерное общество следует зарегистрировать с таким акционерным капиталом. Вы помните, 400 млрд фунтов стерлингов, чуть больше. То сразу же налоговые органы выставили счет, не сразу в течение почти месяца, выставили счет для оплаты годового налога. 27 млн фунтов стерлингов с такого акционерного капитала. Ну и, естественно, тут было, проморгали юристы этот вопрос и пришлось культурно ликвидировать эту компанию и перенести всю группу компаний на острова, в юрисдикцию островов Британской Вирджинии, где весь расчет происходит в долларах. Вот отсюда разница, почему был фунт на стерлингов, почему в долларах США. Вот, потому что там происходит расчет в долларах США акционерного капитала. Таким образом, это был первый этап. Второй этап, апрель-август 2014 года, 2 млрд. Третий этап, август-февраль 2015 года, 3 млрд. акций с дисконтом. И видите, был дисконт 1 к 1500. Представляете? От 1 к 250 до 1 к 1500. В зависимости от того, как это был первый этап, риски были достаточно высокие. Я не буду сейчас характеризовать, чем характеризовался этот этап. Вот. И поэтому здесь, собственно, были дисконты очень высокие. Я куда веду, значит, разговор? Я веду разговор туда, что от этапа к этапу дисконт. Полторы тысячи максимальные, тысяча. Февраль уже был 750. Февраль-август 2015 года уже был 1 или 500. Вот. И мы уже с вами здесь, стали свидетелями того, что... Вот. Единственный период был еще август-декабрь. За счет того, что произошло, произошло или были предложены совершенно и новые пакеты с рассрочкой, дисконт увеличился. Вот. Это было специально сделано, чтобы зафиксировать возможность тем, кто лояльно отнеслись к компании, иметь достаточно длительный период, достаточно высокий дисконт. Расчеты по акциям. Видите, всего пока, значит, заканчивая восьмой этап, если мы закончим или не если, или когда закончим его в октябре месяце, а может быть, это будет и раньше, будет из 60 миллиардов. Помните, я вам когда-то рассказывал, что всего 60 миллиардов является как бы акционерный капитал Евразии, НРСК, Системс, Холдинга. Из них будет всего лишь реализовано 36 миллиардов долларов для финансирования вот этих работ, связанных с экотехнопарком и связанных с тем, чем каждый этап характеризуется. И вот смотрите, значит, мы сейчас с вами находимся где? Мы находимся между седьмым и, то есть, переход с шестого на седьмой этап. Здесь есть некоторое, может быть, показаться несоответственно декабрь-май, апрель-июль. Дело в том, что это условно такой расчетный как бы период, который переходит. Это не так, что стрелка упала или число, вот сегодня началось там какое-то число там первое апреля, например, или первое июля, и все как переходит. Это период подготовки апрель-май, и мы с июнь-июль будем в седьмом этапе. Дальше с июля по октябрь будет восьмой этап. Этот восьмой этап может быть такой длительности, может быть короче, может быть длиннее. Это так называемая расчетная этапность по состоянию вот на апрель месяц этого года, когда происходила ревизия этапности этого проекта, этих пятнадцати этапов. Я сегодня останавливаюсь на восьмом этапе, останавливаюсь на тех цифрах. И видите, какой здесь дисконт нас ожидает? Здесь еще 400, но это значит, что там будут пакеты, они сейчас готовятся, более-менее выяснится во второй половине этого месяца, какие пакеты у нас будут и какие дисконты будут. Но уверяю вас, что надо просто быть готовыми. Я не пугаю, не подстрекаю вас к сильным инвестициям, просто говорю о том, что дисконты меняются, надежнее становится проект и поэтому риски минимизируются. Дисконт это очень хороший как бы индикатор рисков, как это оценивает система. Кроме того, я вам хочу сказать то, что проведен аудит, если вы заметили, если не заметили, то рекомендую посмотреть. Проведен аудит ЗАО «Струнные технологии» за прошлый год. Он показывает все реальные цифры, которые произведены, сколько инвестировано, куда и как инвестировано, реально правильно ли используют деньги на проектные, на строительные и другие работы. Таким образом, такова этапность. Мы к этому еще вернемся. Вернемся с позиции расчета и обоснования каких-то возможностей использования дисконтов и то, или вернее для прогнозирования того, куда мы идем и какова ситуация, каковы будут стратегические направления или стратегические акценты в этом процессе, в котором сейчас мы с вами присутствуем. Далее. Очень важно. Я хотел бы к вам охарактеризовать, чем же заканчивается вот этот самый восьмой этап или по состоянию на октябрь 2016 года. Давайте будем смотреть практически меньше уже, чем полгода вперед. И что нас там ждет к концу 2016 года? Это фактически с одной стороны, уже мы пройдем целый ряд работ по подготовке транспортной структуры. Транспортная структура планируется на ее развитие за счет австралийского проекта и при подключении австралийцев. Значит, на первом этапе, на первом этапе для сохранения наших преимуществ, финансовых преимуществ, нам выгодно, выгодно вести самим инвестиции, как бы это ни трудно казалось. То есть мы будем очень, ну, в такой, скажем, достаточно сильной мере инвестировать проектные работы, связанные с австралийским проектом. Как только мы это дело пройдем, то уже включается австралийская сторона со своими инвестициями. Тут есть свои определенные процессы, договоренности и так далее. Документы подготовлены к подписыванию. Как только будет что-то происходить, вы обо всем об этом узнаете. Но второе, очень важное то, что этот год завершения, мы же что делаем? Мы делаем с вами и строим вместе Skyway, это городской, сертификацию городского и скоростного транспорта. Поэтому завершение строительства испытаний и сертификации тестового комплекса легкой городской Skyway системы, создание салона продаж Skyway технологии, да, для перевозки пассажиров и грузов в городе. Представляете, мы-то все время с вами говорим. И я поэтому хочу акцентировать ваше внимание на том, что это перевозки пассажиров и грузов, дорогие друзья, в городе. Городской комплекс Skyway будет создан по принципу 7 в 1. Понимаете? 7 в 1. Что это такое? Перевозка пассажиров по принципу микроавтобус и сочлененный трамвай. Или сочлененный трамвай. Это может и, 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 или бы. Но разрабатывается все вот это микроавтобус и сочлененный трамвай. То есть варианты, которые могут быть применены, и они будут все сертифицированы. Перевозка штучных грузов по принципу. Контейнер. Это в городе. В городе очень важна логистика. Если мы посмотрим, скажем так, в любом маломальске большом городе, там уже 300-400 тысяч населения, да, да, даже и меньше, логистика происходит в те часы, когда мы мало где-то двигаемся. Это утренние часы 4-4-5 часов и так далее. Но очень много ездит машин, загрязняет воздух. Они еще не так сильно загружают улицы, поэтому, скажем, такая транспортная нагрузка небольшая. Но что возить есть, тем более, если это очень выгодно делать. Перевоз штучных грузов по принципу контейнер. Дальше. Третье. Линейное обслуживание комплекса по принципу спецтранспорт. Это различные варианты могут быть обслуживания различных развязок. Это могут быть те же самые доставки. Представляете, прорывается, допустим, скорая помощь. Но вот не может прорваться. И представьте теперь, что осуществляется доставка больного или же находящегося в очень тяжелом состоянии человека за счет системы транспорта Skyway. Абсолютно разные уровни. Тут практически можно зеленую улицу от точки до точки осуществлять. Только подсоветиться, осуществить логистику посадки или, скажем, до посадки пассажира в транспортное средство и его снятие в конечной точке, где надо ему попасть или его привезти в лечебное учреждение. Вот. То есть, очень это так называемый спецтранспорт. Здесь много спецтранспорта еще может быть. Я просто привел такой как бы на первый на взгляд. Транспортировка жидких грузов по принципу цистерна. По этой же самой системе. Она будет осуществляться. Это не грузовой транспорт, но это городской транспорт где вот по этому принципу. Транспортировка жидких грузов по принципу трубопроводов. Вы представляете? То есть, в структуре могут быть трубопроводы. То же самое, жидкий газ, что угодно. Понимаете? Вот. Передача электрической энергии по линии электропередачи зашитым в путевую структуру Skyway. То есть, это та логистика, о которой всегда говорит Анатолий Эдуардович Юницкий. Это один из элементов этой логистики. И передача информации по линии связи зашитым, по линиям связи зашитым в путевую структуру. Это световолоконные кабели и что-то там еще, что надо будет. То есть, вы понимаете, насколько комплексно семь в одном. Это как Белоснежка и семь в одном в сказке. Понимаете? У каждого своих задач. То есть, здесь осуществляется очень мощный так называемый комплекс. И это к концу этого года. Это будет сертифицировано, оно будет доработано, доведено. Будет вся, ну, скажем, базовая документация и так далее. Это очень важно иметь в виду и на это ссылаться. Сейчас идет разработка. Это мы говорим о том, что это будет так называемый к концу восьмого этапа. Поэтому это прошу тоже вас всех иметь в виду и на это опираться, когда вы говорите о, ну, как бы, о существенных преимуществах, о том, где мы находимся и так далее. Эти аргументы после характеристики самой системы, они являются очень так называемой конструктивной. То есть, это не просто разговор. О, это такой хороший транспорт, он зеленый, он важный, он все решает. Вот, конкретно. Перевозка того-то, перевозка этого, линейный транспорт. Так, тут идет переписка. Давайте я немножко сейчас смотрю. Так, там же и строимся. Подумай сама. Это у вас между собой идет беседа. Окей. Да, около 4 тысяч долларов. Правильно. Есть многие партнеры, которые очень мощно инвестируют, потому что понимают необходимость. Вот. Расскажу вам для маленького такого лирического отступления. Значит, я супруг дочери. Его родители находятся в специальном, как бы они свое имущество, большинство своего имущества сдали. Они живут безбедно сейчас очень в большом таком комплексе, где у них есть свои гольфовые площадки, там прочие дела. Суть не в этом. Суть в том, что у этих людей они сдают свою недвижимость или что там они посчитают необходимым вот в этот комплекс. Ну, это такой, как бы, ну, пансионат, что ли, большой, здоровенный, где каждый живет в своем небольшом домике. Вот. Но у них остались акции. И вот я беседовал с Энди Пауль, фамилия отца, или вернее отчима, супруга, мужа, дочери. Вот. И ему 94 года. И у меня просто, вы знаете, для меня настолько интересно было, как он среагировал на то, что мы занимаемся, что происходит. Он попросил мне, покажи мне в интернете, что вы там делаете. Вот. И у него первая мысль была, слушай, а можно ли приобрести акции? Я говорю, а почему ты так заинтересовался? Он говорит, риск не очень большой. Говорит, ты не представляешь, в каких дурацких акциях у меня сейчас деньги находятся. Вот. Почему бы мне не положить в это дело, даже если вы там все провалитесь? Он так прямо и сказал. Говорит, но я, по крайней мере, поддержу зеленое движение белорусов. Он почему-то говорит, белорусов. Я говорю, не белорусы, это в Беларуси. Я говорю, да, неважно. Вы для меня все русы и белые. Вот. Ну, 94 года человеку, но он очень живо отреагировал на это. То есть он видит необходимость в это. И он говорит, у меня стратегия такая. Я половину своей жизни стратегически инвестирую как бы в свой пассивный доход. Да, говорит, мне многое что приносит. Общий пакет достаточно, ну, хорошо сейчас стоит, но он все время меняется. Это то, о чем мы с вами говорили, друзья, видите? Это то, о чем мы с вами говорили здесь, когда мы... Немножко я усилил сильно. Сейчас я тут изменю. Так. Видите, он не откладывает, накапливает. Он рассчитывает, инвестирует, создает пассивный доход. Он в это дело инвестировал. То есть он в какие-то другие акции. А мы с вами говорим о том, что можно здесь сделать нам и как нам сменить свою стратегию, как это объяснять людям, с которыми мы разговариваем, если это партнеры или, скажем, потенциальные возможные инвесторы, с которыми мы говорим, или наши просто знакомые, знакомые, которым мы это как бы рассказываем. И как я уже и говорил, что особо это важно. И вот даже Энди это сказал, что ты же понимаешь, что сейчас доллар, он говорит, сегодня он такой, завтра такой. Они тут хвалят свое правительство, то, что вроде бы Обама в последнее время старался и делал все для того, чтобы стабилизировать у них доллар или как бы внутри государства. Ну, это все спорный вопрос, но тем не менее, он говорит, доллар жиденький и качается. И поэтому, говорит, лучше пускай это дело где-то в другом чем-то будет. Он так по-простяцки это все объясняет. Поэтому я еще раз вам говорю, что оставляя просто доллары или рубли, или евро, или неважно там что, тугрики в конце концов, мы имеем просто какие-то деньги. Приобретя потенциальные акции, которые по всей вероятности, я даже в этом не сильно сомневаюсь, или вернее не сомневаюсь, что как минимум по номиналу эти акции будут уже достаточно в ближайшее время, возможность их начинать реализовывать, как только начнется процесс тестирования. Это что же будет тестирование акций на внутриэлектронной и внутренней бирже? Время от времени, об этом мы будем еще говорить с вами. Вот. То есть это очень важно, дорогие друзья, и этот вопрос тоже. Таким образом, мы с вами идем дальше. И я хочу вас ознакомить еще с тем, что у нас пока есть. Смотрите. Значит, есть выбор пакета акций. Это для вас все знакомые вещи. Тут у них есть дополнительные бонусы у всех этих пакетов, которым в начале года ввели или в конце прошлого года, да? Вот. Достаточно хорошие, с дополнительными бонусами, очень хорошие дисконты здесь. Их можно использовать. Я рекомендую это делать по мере возможности. Вот новый, как бы, еще новая возможность по 10 месяцев. С хорошими, видите, какие дисконты. От 450 до 570. Но тут и суммы не маленькие. Ежемесячные по 10 месяцев. По 500 долларов, по 1000 долларов, по 2500, по 5000 долларов. Это в основном было сделано, потому что такая заявка у европейских партнеров появилась, что здесь есть потенциал. И насколько вы знаете, сейчас компания Capital вышла на финский, шведский, норвежский, датский, находится на французский, на немецкий. Там были инвесторы, но сейчас целый комплекс мероприятий проводится, чтобы там присутствовать. Потому что у нас существует уже подготовленный практически согласован у нас с банками новая документация, которая является продуктом. То есть, инвестиционный продукт имеет теперь полную легализацию в правовом пространстве европейской, ну и, как скажем, мировой. Там есть нюансы в зависимости от стран Японии, там Австралии, Соединенные Штаты. Там есть нюансы. И здесь надо несколько иначе делать. Но фактический пакет документов весь подготовлен. Он будет введен в личные кабинеты инвесторов и потенциальных возможных инвесторов, кто пожелает входить. И поэтому были предложены еще такие возможности более крупных пакетов. Сохраняется пока дерево. Это значит, что деревья еще сажаются что-то в мае месяце, да. Остальное, кто приобретут, будет высажено осенью. Но в любом случае деревья будут посажены и все таблички с именами инвесторов будут там стоять. Я лично участвовал, посадили мы с супругой по дереву по-своему. Вот. Это было такое достаточно интересное мероприятие. Там поставлены такие таблички. И я точно знаю, где это дерево находится. Вот. И это такой, ну, эмоционально очень сильный заряд, друзья. Я вас точно могу сказать. Я это дело испытал. Рекомендую вам тоже это сделать. Так. И предлагать другим. Ну и дальше есть еще пакеты, которые у нас здесь есть. Видите, здесь они в какой-то степени были, перекликаются с теми, с тем пакетом, который там выше был. Но суть не в этом, потому что это разовые инвестиции. И естественно сохраняется активным темпемии. И я считаю что это период, например, тоже для уникальных же инвестиций. И險, вот, chose для предпочта, чтобы drivenuity и лкб с割移, когда он были в эту бакету, так его работал. И я иди сюда, Andığım, buy всех к Dinner roundord. И МТУ было интересно и кредит.ệt у него был идет об CGD игре. И в АТОPe происходит مسа свете. И которые гиперпы пост zum дедуи земли уже помещаются. boyк perdя liegt Höх, в лесу, вpost does which мощнее коллекопро фгflow, и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...